Консультативное заключение по МРТ пациента 20 лет. Дата исследования – 21 октября 2017 года. В представленном исследовании демонстрируется классическое выявление микроденома гипофиза. Гипофиз – эндокринный орган, расположенный в турецком седле. Он продуцирует гормоны, стимулируемые релизинг факторами гипоталамуса. Показаниями к исследованию гипофиза служат невозможность забеременеть и высокий уровень гормонов крови, в первую очередь пролактина. Стандартное исследование гипофиза начинается с базовых Т1 и Т2-зависимых МРТ в двух или трех проекциях тонкими срезами. Корональные Т1-зависимые срезы позволяют оценить расположение ножки, или иначе воронки гипофиза, которое в норме должно быть срединным. Но гипофиза должно быть плоским, а диафрагма седла обогнутой. Скошенность дна, отклонение ножки и приподнятость диафрагмы с одной из сторон служат косвенными признаками микроденома. Гипофиз виден в сагитальной плоскости на срединных срезах. По ним мы определяем его высоту и переднее-заднее измерение. Высота. Наиболее важный показатель – высота, которая в норме должна быть до 8 мм. Приподнятость диафрагмы в норме наблюдается в куберстатном периоде и при беременности. Корональные Т2-зависимые МРТ иногда демонстрируют микроденому, но лучше всего на них видна киста кармана Ратки. Это врожденная киста, расположенная между долями гипофиза, гормонально неактивная, но ее надо отличать от микроденомы. В данном исследовании железа в размерах не увеличена, диафрагма уплощена, воронка не смещена, но седла не скошена. Основное исследование начинается после введения контрастного вещества. Гипофиз из-за отсутствия гематоэнцефалического барьера активно накапливают контрастное вещество, в то время как микроденомы не накапливают его или накапливают запозданием. Здесь представлена методика динамического контрастирования, когда после введения контраста срезы сканируются каждые 15 секунд в течение 2 минут. Обычно наибольшая разница в накоплении контрастного вещества отмечается между 30 и 90 секундами. В данном исследовании отмечается неравномерное усиление интенсивности сигнала от ткани гипофиза на постконтрастных изображениях с неотчетливым участком сниженного накопления в левой половине внизу на динамических изображениях размером 2-3 мм. Если участок сниженного накопления контраста также виден на сагитальных срезах, это дополнительно подкрепляет диагноз микроденомы. Субтракция не является классическим подходом к диагностике микроденом, но она также дополнительно помогает выявлять очаг. Отсроченные контрастные МРТ также могут быть полезны, хотя в большинстве случаев контрастность неизмененной ткани гипофиза и микроденомы выравнивается после 2-3 минут. Заключение. На снимках присутствуют микроденомы гипофиза. При наличии повышенного уровня гормонов необходимо лечение Дестенексом.